Игры Стражей 2021 года начались, и вместе с началом ивента стал доступен для получения катализатор на экзотический пулемёт Наследник. Давайте разберёмся, как его получить и как выполнить его квест. Но сначала коротко о том, как получить сам пулемёт для тех, кто не застал прошлогодние Игры Стражей. Во-первых, пройдите вступительный квест мероприятия. Игры начинаются, он стартует у завалы. В финале квеста вы купите у Эвы карту претендента. Тогда же у неё и появится квест на пулемёт. На первом этапе соберите 50 венков в налётах, а на втором убивайте противников из любого пулемёта в дневном плейлисте. Габбит, горнила или налётов. Узнать, какой плейлист сегодня, считается дневным и пригодным для квеста, можно на экране орбиты, выдвинув меню слева. Лучше дождитесь, когда будет плейлист налётов, так будет куда проще делать киллы. По завершению этого этапа вернитесь к Эве и получайте пулемёт. Ну а теперь по катализатору. Чтобы получить катализатор, вам нужно сдавать медали в пьедестал в башне. Падает он случайным образом за одно из таких вот внесений. Редкость медалей значения не имеет. Мне он упал при сдаче платиновой медали, а моему приятелю за золотую медаль. Как только вы получите катализатор, вам нужно будет выполнить 4 шага, чтобы непосредственно активировать его и установить в оружие. Важно помнить, что большинство этих шагов связаны с ивентом, так что не стоит откладывать выполнение каталика на потом. Итак, на первом этапе поручения на катализатор, вам нужно будет заработать 50 очков за медали. Система медалей была изменена по сравнению с прошлым годом, и теперь они зарабатываются за выполнение специальных карт претендентов у Эвелеванты, за триумфы и задания. Любые заработанные вами медали будут храниться в вашем ящичке для медалей. Там же можно отследить их количество, и допустимый лимит. Набрав какое-то количество медалей, не забывайте сдавать их в пьедестал в башне. Делается, кстати, это не за одно нажатие, так что проверяйте сколько раз вы можете закинуть медали. Вам нужно будет заработать в общей сложности 50 очков, так что старайтесь зарабатывать медали покруче. Например, за золотую медаль вам дадут 5 очков, а за платиновую 15. Вторым этапом задания на катализатор будет сбор трех карт претендентов. Все, что вам нужно сделать, это выполнить 3 любые карты претендентов. Сложность этих карт не имеет значения, поэтому выберите ту, которую вам будет проще всего заполнить. Я бы советовал делать карту на сумрачный налет побоище. Она, как ни странно, самая эффективная и простая. Просто берите у Эвелевы, запускайте сумрачный налет на самом простом уровне сложности на адепт и убивайте всех мобов, которых увидите. Чаще всего вам даже не придется завершать налет и убивать босса. Карточка выполнится. После этого этапа вас попросят собрать 90 единиц соревновательного духа. Чтобы это не значило. Для этого берите любой пулемет и запускайте ивентовый плейлист налетов в башне. Старайтесь убивать врагов в голову, это значительно ускорит прогресс выполнения задания. А также я бы не советовал использовать пулеметы вроде ксенофага или того же наследника, из-за низкой точности или невозможности критического урона вообще. В целом это самый быстрый этап всего поручения. Финальным же заданием станет классическое убивайте врагов. Берем пулемет наследник и отправляемся в слепой колодец, алтари скорби, этап с шурочи на рейде последнее желание, или в комнату с тралями в расколотом троне. Там фармим кучу убийств, где уж вам удобней. Что же делает сам катализатор? Катализатор наследника увеличит прочность создаваемого вами при стрельбе щита. Плюс теперь пушка будет частично перезаряжаться всякий раз, когда этот щит разбивается. Не думаю, что эти изменения сделают пулемет хоть сколько-нибудь пригодным для игры в серьезных активностях, но выполнить для коллекции, наверное, стоило, да. Спасибо за просмотр! Удачи!